Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Горькая правда о ней. Давайте заглянем в потайные ее души и узнаем, может быть, чего-то вы не знали о своей женщине. Каждый загадывайте свою женщину. Кто-то это загадает настоящую, кто-то бывшую. Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. У вас сейчас, знаете, преобладает любовная энергетика, я бы так сказала. То есть это какой-то настрой, может быть, на новую любовь. У вас настрой именно на новые отношения. Потому что любовь – это то именно та стезя, которая для вас очень и очень немаловажна. Но сейчас, вот я вам могу сказать, вы очень осторожно подходите к этому вопросу. Вот именно к вопросу любви, к вопросу выбору партнера. Несмотря на то, что вы вроде бы так и добряк, вы много чего позволяете женщинам делать. Да, веревки вить иногда из себя позволяете. Но в то же время вы сейчас очень осторожно подходите к этому. Вы присматриваетесь. Вы очень хорошо анализируете партнерш. Да, у вас есть некие сомнения по поводу женщин. И также может проигрываться, что есть даже некоторая злость какая-то и недоверие вообще ко всем женщинам в целом. Смотрите, у вас сейчас вот такой период, когда вы стоите, знаете, вот как будто на грани, даже не на грани, а на пороге скорее, на пороге перед именно новыми отношениями. Вам хочется, вы мечтаете об этом. И в то же время, вот я смотрю, судя по раскладу, да, вот в скором времени у каждого будет это свой период времени. У кого-то раньше, у кого-то позже. Ну, в общем-то, я думаю, ждать недолго осталось. Будет встреча с новой женщиной у вас. Мы сейчас, конечно, не будем углубляться, ну, то есть у нас туз, туз чаш выпал, да, поэтому я так акценты сделала, что может быть у кого-то сейчас очень такая наболевшая проблема. Так, еще что у вас в жизни происходит. Да, вы человек, который пережил, вот у нас и башня, и девятка мечей выпала, вы пережили очень и очень сильное разрушение, разочарование в вашей жизни. Это скорее проигрывается как разрушение отношений. У кого-то это развод, у кого-то это просто разрушение серьезных отношений, да. Ну, то есть довольно такой непростой период у вас был. Сейчас вот вы себя чувствуете в чем-то даже вот одиночкой, да, вот может проиграться, что вот как волк-одиночка. Кого-то из вас может даже устраивать вот такая ситуация. Да, вот вы отболели, отгоревали, но вы начинаете вот как будто чувствовать вот вкус вот этого одиночества, да. Вам начинает даже в чем-то нравиться, не нужно ни на кого тратиться, никто не будет мозг выносить, да. Я что хочу, то и делаю, я деньги могу тратить на себя. Ну, то есть вот в таком ключе у некоторых, я повторяю, это может проиграться, не у всех. Помним, что это общий расклад. Вы такой очень активный, вы по жизни вообще жизнерадостный человек, да. Ну, вот за исключением того периода, когда вам было тяжело и больно, пока вы переживали этот разрыв. Я не могу сказать, что сейчас даже вот у кого даже разрыв давно произошел, либо же развод. Я не могу сказать, что вы уже прям это все забыли и боль утихла. Все равно какие-то отголоски у вас еще проигрываются, да. Вот осадочек остался, я думаю, еще на долгое время. Итак, смотрим, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад? О ком же мы будем смотреть горькую правду, которую нам она поведает сегодня? Смотрите, это пришла женщина, которая, она настолько вот, то ли она не постоянная, да. Какая-то вот она может даже проигрываться, что даже не очень аккуратная она. Она может, знаете, вот и в доме может как-то в одночасье все вверх дном поставить. И в жизни, да, вот перевернуть как бы с помощью скандалов каких-то, с помощью каких-то своих действий и слов, да. Ну, то есть ситуацию всю так перевернуть, и она это все оборачивает, причем в свою пользу. Также может проигрываться, что женщина, которая постоянно ищет приключений, она, вот знаете, она недовольствуется одним мужчиной. Вот как-то она так живет по жизни, знаете, что, я не могу сказать, что она прям супер богатая, но она постоянно как-то вот ищет, ищет статусных вот мужчин, обеспеченных мужчин, да. Вот она как будто постоянно в поиске. Довольно такая непростая дамочка, она очень любит красоваться, она любит, когда вот, знаете, вот все ее хотелки тут же по щелчку исполняются. Хотя, ну, характер довольно-довольно непростой. Сейчас, скорее всего, вы либо же вообще не общаетесь с этой женщиной, либо же это очень какие-то редкие такие вот смс-звонки, может быть, встречи. Ну, то есть, это может быть, знаете, общение либо же по поводу детей, либо какие-то там вопросы, ну, чисто такие бытового проблемного характера, когда нужно что-то решить, да, в каких-то важных делах, которые, может быть, от вас двоих зависят посоветоваться. Ну, то есть, это не то теплое общение, которое может быть между мужчиной и женщиной. Ну, дамочка такая довольно непростая. Давайте-ка теперь посмотрим, какую же горькую правду вы о ней не знаете. Так, вот смотрите, начнем с того, что она, вот опять же, кто-то из вас знает об этом, кто-то, может быть, услышит сейчас впервые о своей вот женщине, которую вы загадали, да. Смотрите, она либо же сама пробует, как-то у неё это не очень получается, вот, заниматься магией. Она очень увлекается магией, да, вы об этом могли не знать, ещё раз повторяю. Она пыталась это всячески скрывать. Тем более, вот, если она, допустим, знает, что вы не очень в это верите, да, либо же осуждаете вот эту всю магию, да, вот эти все неприятные вещи, привороты, отвороты и так далее, она это скрывала. Смотрите, либо же она сама вот пыталась, как-то изучала, пробовала что-то делать, либо же она довольно часто ходила, посещала вот этих всех бабок, гадалок там и так далее. То есть людей, которые занимались магией, причём она на это очень плотно подсела. Я вам скажу ещё, что не исключено, может также проигрываться, что она, она не одна в своём роду занималась вот магией, ну, либо же пыталась заниматься, да, ну, то есть пусть даже не сама, но она ходила очень плотно, регулярно, постоянно ходила к каким-то бабкам, гадалкам и так далее. У неё может быть ещё сестра, либо же мать, либо тётя, да, ну, вот кто-то из её рода тоже, либо же этим занимается, либо тоже постоянно ходят. Ну, то есть у них такая вот чёрная семейная традиция, вот, связанная с магией. Причём, я вам скажу, что, может быть, для вас станет открытием, она на вас испытывала вот эти свои какие-то магические штучки, да. Опять же, она, я не могу сказать, что она стала профессиональным там каким-то знатоком, который в совершенстве владеет магией, нет ни в коем случае. Но на вас я вам скажу, когда вот вы были вместе с этой женщиной, она довольно часто экспериментировала на вас. Причём экспериментировала через какую-то жидкость, вот питьё, да, это могло быть всё, что угодно, да, вот вы там пока отвернулись, там, что-то налить в компот, я не знаю, там, в суп, ещё куда-то, да. Даже в воду можно подлить какую-то, либо же в воду заговорённую. Ну, то есть вот какие-то моменты она на вас испытывала, да, просто у каждого это была своя цель. Давайте-ка вот уточним, да, вот мне прям само интересно, а для чего, вот что она пыталась с помощью магии, что она пыталась у вас, вот, ну, добиться от вас, что ли. Знаете, она вот как-то добивалась того, чтобы притянуть, даже почему-то вот с вашей помощью, я вот не могу понять, но как-то вот она пыталась, знаете, чтобы вы с помощью магии как-то более к ней то ли лояльней стали, да. Да, это, причём я вам скажу, она начала очень плотно на вас экспериментировать, когда вот у вас испортились отношения. Вот она начала вот что-то вам такое подливать, либо подсыпать, да, когда нужно было вас склонить на свою сторону, допустим, деньги от вас получить, либо же ещё какие-то там свои выгоды, да, может быть, что-то купить ей то, что она хотела, да. И таким способом она думала с помощью магии вы снова станете белый и пушистый, да, и будете всё давать, всё позволять, да, вот, то есть продолжать дальше ввести себя верёвки. Снова напоминаю, да, это касается того периода, но я думаю, это уже ближе туда к расставанию вашему, когда у вас испортились отношения, либо же вот начался какой-то холод между вами, да, потому что, ну, как вы знаете, оба партнёра, как правило, чувствуют, что второй партнёр охладел, да, вот всегда чувствуется какое-то вот отчуждение, охлаждение, да, чувствуется, когда уже, допустим, и тут же интим, да, взять, человек отказывается под разными предлогами, либо голова болит, либо же там устал, там, я не знаю, всё что угодно. Также чувствуется холод вообще, да, если раньше человек более был ваш партнёр заботливый, сейчас как-то вот всё не так пошло, да, если раньше вас встречали, допустим, у двери поцелуями, либо провожали на работу, там, обнимали, целовали, желали удачи, то сейчас этого нет, да, и постоянно какие-то отмазки, постоянно какие-то предлоги, да, вот глупые предлоги на самом деле. Поэтому вот она и начала вот чудить, экспериментировать именно вот когда вы начали не так к ней относиться, причём она не понимает, что вы начали к ней относиться именно по её же вине, да, скорее всего, вот у вас как бы вот обратка пошла, она к вам как-то стала по-другому относиться, не так, вы почувствовали этот холодок с её стороны, и в свою очередь вы начали к ней, может быть, не так заботиться, да, о ней, не такой внимательной, не такой нежной и так далее. Ну, то есть она вот пыталась вас привлечь, да, потому что вот вы, вы, скорее всего, в тот момент, вот вы себя, да, у нас карта императора выпала, вы попытались вот то ли, знаете, поставить себя как мужчину, если до этого, когда ещё у вас более-менее всё хорошо было, да, в отношениях, она могла видеть верёвки из вас, да, вот вы, несмотря на то, что, в общем-то, вы сильный мужчина, да, вы такой волевой, даже в чём-то, я бы сказала, ну, такой командного характера, любите покомандовать, да, особенно на работе, то есть здесь она вела верёвки, потому что, ну, вы таяли, да, это любимая женщина, это слабый пол, да, вот вы таяли, позволяли много чего того, что позволять, в общем-то, не следует. А здесь, когда вот началось какое-то охлаждение, да, вот расхождение между вами, вот эта вот пропасть появилась, такая, вы показали свой характер ей, вы, может быть, начали меньше денег ей давать, может быть, перестали баловать подарками, перестали баловать её тем же интимом, да, если раньше, допустим, он у вас был регулярно, то потом как-то это может быть раз в месяц, там, раз в два месяца и так далее. Ну, то есть, вот она почувствовала, что вы начали показывать свои зубки, вы начали как-то вот проявлять свой характер, свой настоящий характер, да, вот если до этого вы были, ну, такое, знаете, вот состояние, когда своеобразная маска, что ли, вот маску вы одели, маска такая вот покорного мальчика, так скажем, да, хотя в душе у вас, может быть, и страсти бурлили, но вы понимали, что это любимая женщина, да, уж закрою глаза, да, уж прощу, да, уж ладно, как-то стерпится, слюбится, да, но на самом деле вы такой серьёзный человек по жизни, и вы начали ей показывать свой характер, свои зубки, кто-то, может быть, даже кулаком по столу стукнул, ей это не понравилось, она заметила, что она не сможет из вас видеть верёвки, как раньше она это делала, поэтому она начала увлекаться магией, она начала на вас именно экспериментировать, да, у неё это, ну, я не могу сказать, что очень, очень так прям удавалось, нет, кто-то сам, ещё раз говорю, кто-то из них сам, из ваших женщин, экспериментировал на вас вот с магией, кто-то же ходил, вот, какие-то заговоры, зелья там, я не знаю, что-то ещё брали у других вот каких-то людей, которые магией занимаются, вот, поэтому, смотрите, даже у вас может проигрываться то, что после вот этого, как, вернее, после того, как вот она вас там чем-то подпаивала, да, вот какими-то гадостями, могло пошатнуться здоровье, у вас могли, наоборот, ухудшиться отношения, вот именно потому, что магией занимались какие-то дилетанты, да, либо мошенники, которые совершенно не умеют это всё делать, да, не знают, как и что делается, поэтому, смотрите, могло у вас пошатнуться здоровье, да, вот какое-то действие пошло, но не туда, куда надо, могли начаться проблемы в жизни, напишите, кстати, в комментариях, может быть, с кем-то это срезонирует, да, вот, может быть, ещё, когда вот вы были в отношениях со своей женщиной, начались ли, либо же после того, вот как вы расстались, начались ли у вас проблемы в жизни, либо проблемы по здоровью, это могут быть финансы, там, я не знаю, по работе что-то не ладится, всё что угодно, это отголозок магии, поэтому я, ребята, я вам очень настоятельно советую, обратитесь, вот, если у кого-то есть такие симптомы, да, обратитесь обязательно, вот, к людям, которые могут это снять всё, по крайней мере, сделать диагностику, почистить, да, вот, в принципе, это не так уже сложно, да, чистку можно всегда сделать, я вам, по крайней мере, настоятельно рекомендую, потому что, ну, как бы, проблемы будут и дальше продолжаться, если не почистить эту всю гадость, нечисть, вот такой был расклад, кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!